12 сентября на очередном собрании под руководством председателя правительства Дагестана Абдул-Муслимов Абдул-Муслимовы обсудили вопросы, касаемые твердых коммунальных отходов, а именно недостаток технических единиц у региональных операторов в субподрядных организации для сбора и транспортировки мусора в городах республики. По этому поводу глава Кабмина отметил, что на сегодняшний день идет строительство объектов инфраструктуры и создается механизм, который будет охватывать все стадии от сбора до переработки. Отсутствие объектов в инфраструктуре в этой сфере не позволяет определить активное постоянное региональный оператор и в конечном итоге обеспечить жителям нашей республики чистоту и порядок в городах и районах. В 2023-2024 годах нам предстоит построить три мусоросортировочных комплекса для размещения твердых коммунальных отходов в Хозавутовске, Комторгалинске и Гербинске. Кроме того, с докладом также выступила заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Саньяд Билалова. Она рассказала, что действующие региональные операторы прекратили свою деятельность. Минприрода республики Дагестан расторгла с ними соглашение в соответствии с переходным положением федерального закона номер 89. Были определены временные региональные операторы – это МБУ «Махачкала-1» и «Маугорсервис». У назначенных региональных операторов, к сожалению, нет достаточного количества техники, достаточной материально-технической базы для того, чтобы обеспечивать и оказывать услугу по транспортировке, сбору на все территории республики. И фактически указанные региональные операторы обеспечивают услугой только город Махачкалу и город Ерпен соответственно. В остальных муниципальных образованиях в большинстве случаев работают субподрядные организации, с которыми МБУ заключает договоры. Несмотря на это, МБУ «Махачкала-1» – ситуация с субподрядными организациями пытается стабилизировать и где-то им помогать. Ведь положение с вывозом из города ЭКО усугубилось в связи с увеличением объема мусора. Но это обусловлено и туристическим потоком. В ходе встречи также был поднят вопрос о недостаточном количестве контейнерных площадок и специализированной техники. По этому поводу начальник УЖКХ города Махачкала Ислам Закарьяев рассказал, что столица разделена на две зоны деятельности регионального оператора. Это муниципальный номер один и центральный номер два. А также докладчик поделился тем, какая ведется работа на данных территориях. На территории расположено 1168 мусорных контейнерных площадок. Ведется постоянная работа по мониторингу санитарного состояния. Я бы хотел озвучить ту работу, которую городом проделывалось за последние три года. За счет средств из городского бюджета в период с 2020 по 2023 год управлением УЖКХ города Махачкалы установлено 234 контейнерные площадки, закуплено 2080 контейнеров. На встрече также были обсуждены и другие насущные вопросы, по которым были приняты соответствующие решения. Отметим, что на встрече присутствовал министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Александр Зимин, руководители ряда муниципальных образований, представители региональных операторов МБУ Махачкала-1 и МАУ Горсервис.